Выполнение поручений главы государства и правительства в части модернизации предприятий и организации Первый вопрос заседания – одна из ведущих тем в сфере народно-хозяйственного комплекса региона в настоящее время В этом направлении сделано немало, однако есть и существенные недоработки, которые требуют скорейшего разрешения Глава области Константин Сумар подчеркнул, что процесс как технического, так и технологического переоснащения имеет много составляющих Среди которых вложение больших материальных средств стоит далеко не на первом месте Все чаще не недостаток финансов, на которые списывают свои промахи многие руководители, а безинициативность и халатное отношение к делу тормозят процесс усовершенствования Не обязательно вкладывать какие-то большие средства для модернизации какой-то линии технологической или в общем целом переустройства, производства Но она предусматривает, во-первых, реализацию тех мероприятий, которые мы называем снижение затрат, где у нас не поджатый край работы Это соблюдение технологий производства и внедрение новых систем управления ресурсами и обеспечение эффективности вложенных финансовых средств тоже самое Это вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество и передача непрофильных активов тоже самое Это увеличение продуктивности, производства и эффективности в различных направлениях И можно было бы еще много перечислять тех мероприятий, которые не требуют абсолютно финансовых уложений, а которые требуют просто очень скрупулезной системной и конкретной работы То же касается и реализации мероприятий в рамках государственной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» и принятия мер по сокращению объемов сверхнормативного незавершенного строительства Грамотная деятельность представителей власти на местах, инициативность руководителей субъектов хозяйствования и активное взаимодействие структур между собой при решении стоящих проблем и задач – основа продуктивной работы сегодня и залог стабильного развития в будущем